МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Страна возможностей". Антон Ульянов победила в региональном этапе конкурса лидера России. Не размоет, на новом мосту укрепили склон. Маленькие радости для врачей и ресурсный центр добровольчества готовят подарок для медиков из красной зоны. Далее расскажем по всем подробно. 354 финалисты из всех 14 регионов Приволжского федерального округа приняли участие в региональных финалах конкурса лидера России. Из их числа отобрали 35 победителей. Среди тех, кто показал наивысший балл, представитель Сарова, председатель городской думы Антон Ульянов. Не первый раз он участвовал в этом конкурсе, но первый раз вышел на региональный уровень, где сразу победил. Конкурс проходит в несколько этапов. Первоначальные этапы – это этапы тестирования. Причем идет тестирование интеллектуальных способностей, это и вычислительные способности на скорость, это способности логически мыслить, знания русского языка. Это возможность, во-первых, себя подиагностировать, очень хорошая, во-вторых, поконкурировать с ребятами со всей страны. Затем был очный этап. Жюри смотрела, как команда выполняет задания, обращала внимание на то, как конкурсант взаимодействует с коллективом, как ему удается себя проявить, и оценивала лидерские компетенции. Лидеры России – это флагманский конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» по поиску разного рода специалистов, их конкурсному отбору и дальнейшему обучению. Из тех 300 человек, которые попали в финал, 100 человек будут объявлены победителями. Вот победитель получает миллион рублей в качестве образовательного гранта и может по какой-нибудь платной программе пройти обучение. Получает наставника федерального уровня, будь то губернатор, министр. Самое главное – то, что победители вступают в лидерское сообщество, объединяющее людей самых разных взглядов и интересов. Но все они активны, энергичны и готовы вести серьезную работу на благо страны. Многие победители лидеров России впоследствии получили знаковые должности на региональном и федеральном уровнях. И возникает вопрос, готов ли председатель нашей думы к крутым поворотам в карьере. Я, конечно, понимаю, что категорично говорить «да, готов» или «да, нет, не готов». Все, конечно, зависит от предложения, которое возникает. Потому что бывают предложения, от которых просто невозможно отказаться. Все победители окружных финалов прошли в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Ужасный запах в подъезде на улице Шверника, 47, стоит уже третью неделю. Чтобы проветрить первый этаж, жители даже открыли входную дверь. Прорыв канализационной трубы происходит в этом доме уже не первый раз. Каждый год жильцы звонят с одним и тем же вопросом в управляющую компанию. Дело доходило и до депутата избирательного округа Александра Тихонова. Звоним, нет никакого толку. В общем, какие-то все время отписки, отговорки, что якобы это бросают все люди. Но постоянно же не может быть. В течение лета, наверное, третий раз, когда жарища была, чтобы вообще не продохнуть. Мы спустились в подвальное помещение, чтобы проверить, что там происходит. Грязная вода была разлита по всему подвалу. Где-то было даже слышно, как вода до сих пор течет из поврежденных труб. Нам удалось поговорить о сложившейся ситуации с главным инженером управляющей компании. По его словам, во втором подъезде дома жители регулярно засоряют канализацию, потому что не соблюдают правила ее эксплуатации. А количество прочисток труб уже превышает регламентные работы. Люди абсолютно не могут пользоваться бытовой канализацией. То есть вылавливаем тряпки, вылавливаем наполнители кошачьих туалетов. Это все вызывает засоры. У нас три заявки на засоры было. То есть мы в течение двух недель трижды сюда выезжали на засор. Рабочие уже заменили отдельные участки канализации. Представители управляющей компании управления домами в Сарове также обещали в течение дня откачать скопившуюся в подвале воду и произвести санобработку. Инсульт бывает двух типов. Геморрагический связан с разрывом сосудов головного мозга и ишемический. Последний случается из-за закупорки сосудов. Чаще всего инсульту подвержены люди с хроническими заболеваниями, гипертонией, диабетом, ожирением и так далее. Больше мужчин, чем женщин, поступают с этим диагнозом. Кроме того, инсульт провоцирует неправильный образ жизни, алкоголизм, курение, пренебрежение физическими нагрузками. Бывает он и у 30-40-летних. Распознать инсульт можно по ряду признаков. Это асимметрия лица. То есть нужно попросить человека улыбнуться. Угол рта у него будет опущен с одной стороны. То есть будет несимметричное лицо. Руки. То есть это поднять обе руки перед собой. Одна либо совсем не будет подниматься, либо она будет потихонечку, медленно опускаться. Также надо попросить человека поговорить. Если речь спутана, это тоже повод насторожиться. Врачи советуют при появлении малейших подозрений вызывать скорую помощь, либо самим вести пациента в приемный покой. В этой ситуации важную роль играет время. Чем быстрее диагноз поставят, тем быстрее начнут соответствующие лечения. И тем больше у человека шансов оправиться. Всех пациентов с инсультом направляют в первичное сосудистое отделение. Ежегодно с этим диагнозом сюда попадают около 450 человек. К их услугам высококвалифицированные специалисты и новое медицинское оборудование. Оборудование обновляется. То есть сейчас установлен второй, во-первых, томограф. Нам компьютерный томограф важен. Почему? Потому что диагностировать, отличить в первые часы, какой инсульт тут именно ишемический или геморрагический. И, соответственно, терапия будет у нас отличаться. Развивается взаимодействие с Нижним Новгородом, с сосудистыми центрами. То есть некая хирургическая помощь все равно более охотно оказывается нашим пациентам. Несколько дней пациент проводят в реанимационной палате. Затем, если состояние стабильное, его переводят в общую. При наличии показаний тяжелых больных отправляют в Нижний Новгород. Если такой необходимости нет, лечат у нас. Около двух недель человек лежит в первичном сосудистом отделении. Затем его отправляют на реабилитацию. Это либо на базе неврологического отделения реабилитация проводится. Ну, там, постановление силы происходит, если это слабость в руке и ноге. Речь, логопед у нас есть, занимается с ними. Упражнения дает. Либо это там в санатории, на территории Нижегородской области. Там Зеленый город, Янтарь. Реабилитация – продолжительный процесс. Первые три месяца, как правило, самые продуктивные, когда можно максимально восстановить функции. Риск повторного инсульта не исключен. Он может произойти и через несколько месяцев. Важно прислушиваться ко всем рекомендациям врачей, принимать необходимые лекарственные препараты, вести здоровый образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе. Мост на улице Строитель Захарова торжественно открыли в ноябре 2017 года. Через месяц по мосту проехали первые машины. Но через полтора года после открытия стали происходить сильные размытия на кольце. В 2019 году откос укрепили габионами. Через год потоки воды во время ливня эти габионы смыли, свалили ограждение и фонарь. После размытия место обложили мешками с песком. Сам откос решили капитально укрепить. Сделали проект, и ДЭП приступил к работе. Мы выполняли бетонные работы по укреплению. Это водоотводные лотки, бетонные стенки, рассекатели, водоотбойные стенки. Потом восстанавливали тротуар и будут водоприемные решетки. Работы продолжались месяц. На это потратили более 4 миллионов. Гарантий на ремонт откоса от строительной организации, которая взводила мост, не было. Изначально в проекте не учли, что в этом участке будет собираться вода со всех окрестных улиц, в том числе с проспекта Ленина. Зато сейчас мост выдержит и Великий потоп. Да, гарантия есть, потому что там такие мощные конструкции. Это монолитные водоотводные лотки с повышенной заложенной арматурой. Но железобетон, ну, размытия не должно быть. Потому что там уже маленький дождь, будет вода отходить по существующей решетке. А уже когда будет перелив через водоотводные лотки, их 6 штук. Работы завершены. Рабочую брали запрещающие знаки. По мосту вновь можно беспрепятственно ездить. Герои красной зоны, ангелы в белых халатах, врачи, медсестры, санитары каждый день спасают человеческие жизни, рискуя собственным здоровьем. Пандемия не собирается сдавать позиции, а потому нагрузка на медиков возрастает с каждым днем. Саровчане могут поддержать их в этот непростой период, приняв участие в акции «Маленькие радости для врачей». Целью данной акции является поддержка врачей, которые работают в красной зоне, которые непосредственно контактируют с людьми, больными коронавирусом. Мы собираем сладости, печенья, конфеты в заводской упаковке. И 8 ноября, понедельник, мы отвезем в больницу. Мероприятие проводят в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Хэштег мы вместе». Сбор сладостей организует муниципальный ресурсный центр добровольчества совместно со студентами с РФТИ Нияумифи. Оставить вкусности можно на вахте молодежного центра либо связаться с ресурсным центром по телефону 99-113. Также волонтеры в этот непростой период продолжают помогать людям на карантине. Суть акции. Мы волонтеры ресурсного центра. Получаем заявки по горячей линии 99-113, в которой нам говорят, нам нужны лекарства, нам нужны продукты. Ну, что тут, в общем, первой необходимости. Принимаем заявку и направляемся непосредственно в магазин либо в аптеку и уже доставляем продукты по адресу. Заявок от жителей города с каждым днем становится все больше. Волонтеры с трудом справляются с таким объемом работы и ищут свою команду неравнодушных сыровчан, готовых помогать людям. Более подробная информация по телефону 99-113. Около 20 волонтерских объединений работают в нашем городе. В добровольцы идут и школьники, и работающие люди, и те, кто уже вышел на пенсию. У каждого объединения своя сфера деятельности. Кто-то помогает детям из детских домов, кто-то пристраивает бездомных животных, кто-то ухаживает за стариками и инвалидами, а кто-то носит продукты больным коронавирусом. Чтобы рассказать о тех, кто готов бескорыстно прийти на помощь ближнему, ресурсный центр добровольчества проводит конкурс. Он так и называется. Доброволец 2021. Вообще есть же государственная программа по развитию добровольчества в России. И вот данное мероприятие, данный конкурс проводится с целью привлечения волонтеров, с целью привлечения добровольцев, чтобы в городе знали о том, что такие люди есть, чтобы в городе хотели становиться такими людьми. Любая организация, объединяющая добровольцев, и любой человек, занимающийся волонтерской деятельностью, сможет принять участие в этом конкурсе. Проект нужно представить в одной из пяти номинаций. Первая номинация – это «Добровольец 2021», в которой могут участвовать все конкурсанты, которые подали заявки на участие. Следующая номинация звучит как «Искра добра». Подразумевает под собой человек, который начал добровольческую деятельность в 2021 году. В номинации, например, «Рожденный помогать» может участвовать конкурсант, который начал свою добровольческую деятельность до 2021 года, но в 2021 году очень ярко себя проявил. Есть еще номинации «Душа компании» для лидеров волонтерских объединений и «Общее дело» для всех организаций, ведущих добровольческую деятельность коллективно. Заявки принимают до 15 ноября. Подробности по телефону 9-91-13. Беременность – самый ответственный и волнительный период в жизни женщины. Будущие мамы стараются запечатлеть каждый день ожидания малыша. Молодежный центр предлагает саровчанкам поделиться счастливыми моментами и принять участие в ежегодном конкурсе «Красота в положении». «Нет, наверное, ничего более прекрасного, чем женщина, которая находится в положении ожидания появления маленького чуда. Вообще, конечно, ожидание маленького человечка – это радостное событие для всей семьи. Поэтому в конкурсе у нас будут номинации, в которых не только мамы могут принять участие, но и вся семья». В конкурсе четыре номинации. Первая – «Счастье внутри». Здесь ждут фотографии, отражающие красоту женщины в положении. Вторая номинация – «Семейная. Ожидаем вместе». Снимек должен отражать любовь и заботу близких о маме и малыше. В третьей – «Дыхание ангела» нужно представить фотографии с малышом до года. Последняя посвящена только мамам и их таланту. «Мама – искусница, потому что в этот период, в период ожидания, многие мамы вяжут своим будущим малышам что-то, шьют, вышивают, игрушки какие-то изготавливают. Нам бы хотелось тоже, чтобы поделились с нами вот такими замечательными работами, на что вдохновляет женщину период ожидания малыша». Фотография должна быть в формате JPEG размером не менее 1920 на 1080. Заявки и фотоработы принимают до 24 ноября на e-mail васькинасобака mc-sarov.ru с пометкой «Красота в положении». Дополнительную информацию можно узнать по телефону 99108. В нашем городе участились случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Саровченко выставила на продажу детскую коляску за 7 тысяч рублей. Покупатель предложил общаться в другом мессенджере и прислал ссылку на интернет-доставку. Женщина перешла по ней, ввела свои персональные данные, после чего с ее карты пропало 20 тысяч рублей. Гость нашего города попал в курьезную ситуацию, заказав в интернете эскорт услуги. «Связался, ему ответили, что да, все, вопросов нет, девушки приедут, вот надо отправить сначала 500 рублей, потом еще 5000 рублей, потом 20 тысяч рублей, потом 40 тысяч рублей. Тот оператор, который с ним общался, говорил, что очень много заказов, надо предоплату, гарантийные обязательства и так далее. И в итоге девушки никакие к мужчине не приехали, и мужчина отправил мошенникам 93,5 тысяч рублей». Нередки случаи обмана во время сделок купли-продажи на известных торговых площадках в сети. Так Саровченко выставила на продажу фотоаппарат за 120 тысяч рублей. Покупатель нашелся в Белоруссии. Товар женщина отправила ему транспортной компанией. Преступник его получил, отправил продавцу скриншоты о переводе денежных средств. Но оплата так и не поступила на ее счет, а телефон мошенника стал недоступен. «У нас есть факты, когда в социальных сетях нашим жителям приходят сообщения, где представляются знакомыми, которые записаны у них в друзьях, и просят одолжить энную сумму денег. Сумма составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей». Это один из самых древних видов интернет-мошенничества, и, к сожалению, он работает и сегодня. Верный способ не попасться на удочку мошенников – ни в коем случае не вступать в диалог с написавшим, а позвонить написавшему и разобраться в ситуации. Одним словом, торопиться с переводом денежных средств точно не стоит. На торговых площадках также нужно быть бдительным. «Использовать только те доставки, которые предлагает данная интернет-площадка. Также пользоваться безопасной сделкой, то есть сделкой, когда вы перечисляете денежные средства на счет площадки. И после того, как получаете, либо продавец, либо покупатель получает товар, соответственно, делает отметку, что именно соответствующего качества товар получен». В общей сложности с начала года соровчан-мошенники обманули на 25 миллионов рублей. В этом году общественная организация ветеранов военно-морского флота «Сарова» отмечает свое 17-летие. Члены организации ведут активную работу по сохранению истории нашей страны. Так, в 2011 году возник музей военно-морской славы. Идейный вдохновитель, создатель и хранитель музея, капитан второго ранга запаса Сергей Михайлович Яковлев. «Это сегодня он уже такой зрелый, известный, далеко за пределами нашего города. Хотя, вы знаете, наш город совершенно не морской. Тем не менее, военно-морская слава и история у нас очень богата. И как раз наш музей был создан для того, чтобы именно собрать, воплотить в жизни, показать жителями, гостям нашего города, историю страны, историю флота». Выставка музея – это уникальные фотографии, личные вещи моряков и спецкостюмы, модели лодок и кораблей. Особая гордость – передвижная экспозиция, которая рассказывает о личности адмирала Федора Ушакова, его жизни и подвигах. Еще несколько лет назад выставка состояла всего из нескольких стендов. Сейчас же экспонатов с каждым днем становится все больше. А музей военно-морской славы пользуется популярностью и в других городах России. «Мы очень горды, что начиная с 2017 года мы являемся единственной общественной организацией, музеем, который приглашается для участия в праздновании и для проведения главного морского парада военно-морского флота в городе Санкт-Петербурге, в Кронштадте, тоже начинали пять лет подряд». Главная фишка музея – в его интерактивности. Взрослые дети могут не только потрогать экспонаты руками, но и примерить мундир и фуражку, постоять за штурвалом корабля, ударить в судовой колокол. Все подробности по посещению музея можно узнать по телефону 8-910-127-19-49. К вегетарианству Елена Копейкина пришла благодаря своей профессии. Около восьми лет назад девушка познакомилась с йогой. В скором времени решила превратить хобби в работу и поехала учиться. Меню на курсах от шеф-повара о юрведической кулинарии кардинально отличалось от привычного и потрясло Елену. Вернувшись домой, она решила применить новое меню в обычной жизни, но столкнулась с рядом трудностей. «Я достаточно долго это практиковала. Единственное, то, что было тяжело, моя семья не ела то, что ела я. Я обратила внимание, что я постоянно жую, я не выхожу с кухни, я постоянно готовлю. То есть это отнимает достаточно много времени. То есть это такой, я думаю, что это был такой определенный переходный период». Повторять в точности рецепты опытного повара также оказалось непросто. Отказаться от мяса и рыбы для Елены было легко, так как она никогда их особо не любила. Несколько месяцев девушка практиковала вегетарианство, пока не заболела ОРВИ. Обычная простуда все никак не уходила, и она обратилась к доктору. Специалист помог ей определиться с рационом питания, полезным для здоровья, которого Елена придерживается до сих пор. «Не нужно себя ограничивать только овощами и фруктами. Не нужно себя полноценного питания лишать. И чтобы была все-таки еда более сбалансированная, чтобы не было проблем со здоровьем, причем был же резкий такой переход. Достаточно вот этого небольшого куска красного мяса в неделю». Сейчас свой рацион Елена выстраивает по принципу интуитивного питания. Девушка научилась слышать свой организм. Настоящим вегетарианцем назвать себя не может, поскольку редко, но все же ест мясо. А для людей, которые только планируют изменить свой рацион, советуют делать это вдумчиво и не насиловать свой организм запретами. Специалист-диетолог также считает, что переход к вегетарианству должен быть осторожным. Вот прям идеальная картинка у меня в голове – это когда человек, который хочет отказаться от мяса, допустим, приходит к специалисту, например, к диетологу, и говорит «я хочу отказаться от мяса, как мне это сделать?» И тогда человек, специалист по питанию, вам все распишет. Потому что не будучи человеком с образованием, очень сложно составить себе грамотный рацион. Сыроедение и веганство, то есть полный отказ от животных белков, считают опасным видом питания, так как неподготовленному организму он может нанести существенный вред. Они помогают нам приносить сумки из продуктового магазина. Они заправляют нам машину. Все это о наших дорогих и любимых мужчинах. 6 октября отмечается Международный день мужчин. Так пойдемте собирать поздравления. Я желаю всем папам здоровья, счастья и не ссориться со своими детьми. Счастья, добра, силы, чтоб не пили. Мы хотим передать всем, не знаю, горы позитива, потому что сейчас со связи с коронавирусом и вот этой вот всей грустью, которая пустилась на людей, хочется видеть улыбку, счастье в глазах, не знаю, в поступках и так далее. Так что надеюсь, что ваши дети, родственники будут дарить вам много позитива, и вы будете чувствовать себя счастливыми. Мужчины дорогие, любимые. Ну что вам пожелать? Чтобы, наверное, вы были добрыми все-таки немножко. Ну и счастливыми с нами. Здоровье, в первую очередь, очень актуально. Ну и, как всегда, достатка, благополучие. Ну и всем мужчинам, конечно, города, Сарова и нашей Родины. Мы желаем мужчинам, чтобы они оставались такими же сильными, смелыми. Они заботились о нас, нас защищали, были здоровыми, крепкими. И главное, чтобы всегда удача сопутствовала им во всем. Чтобы любили женщин своих. Чтобы меньше увлекались. Сами знаете, чем. Терпение. Терпение. Еще раз терпение. Вот этот человек, видимо, знает, о чем говорит. Пойдем дальше. Ну, здоровья, счастья. Счастья, здоровья и чтобы любили женщин. А вы что? Ну, я присоединяюсь. Чтобы тоже были здоровы и любили женщин. С праздником, дорогие мужчины. Что-нибудь пожелаем? Быть адекватными. Потому что сейчас это невероятно важно. Учитывая положение всего в мире. Дорогие наши мужчины, наши защитники. От души вас поздравляем с праздником. Будьте здоровы и счастливы. И делайте счастливыми своих женщин. Поздравляю всех, всех мужчин с праздником. Желаю здоровья, счастья, благополучия во всем. Дорогие мужчины, мы, женщины, иногда чуточку бываем неправы. Но мы все равно вас очень любим и ценим. Спасибо, что вы у нас есть. С праздником, дорогие. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Константин Островский. Саровская команда КВН НИИ родилась в начале этого года. Поэтому фестиваль открытой лиги КВН в Дзержинске стал для ребят первым. Но это не помешало участникам вернуться с победой с юбилейного полуфинала лиги. По итогам двух конкурсов КВНщики набрали максимальное количество баллов. Заняли первое место и вышли в финал. Соперники все серьезные. Лига тоже хороший уровень. Есть команды, которые там играют уже и в центральных лигах, которые нацелены и на Сочи, и на телевизионы какие-то лиги. Каждый раз, на каждую игру обязательно, конечно, это новая программа. Каждая игра – это разные конкурсы. В принципе, мы пока ждем, когда нам скажут, какие конкурсы будут в финале, и будем готовиться. И мы, в принципе, уже начали немножечко готовиться. Обязательно все новое. Все участники команды работают во ВНИЕФ, поэтому и в своих номерах они представляют зрителям образ ученых – смешных, неуклюжих, странных. Отсюда и название команды НИИ – научно-исследовательский институт. А концепция у саровских КВНщиков – статичное выступление. Мы стоим в линейке, все вот вчетвером на сцене, у нас больше текстового юмора. Конечно, мы его разбавляем какими-то там привычными для зрителя миниатюрами, какими-то номерами. Но в основном мы стараемся делать это все в одной линейке, стоя, с монотонным голосом. Вот я говорю, немножечко странные ученые, поэтому эта странность и цепляет, в принципе, зрителям. Финал открытой лиги КВН пройдет 5 декабря в Сдержинске. Команда НИИ поборется за главный приз – поездку в Сочи на фестиваль команд КВН. Участники благодарят за поддержку профсоюзную организацию и молодежную комиссию при правкоме РФЯЦ НИЕФ. Трус не играет в хоккей. Кажется, что кататься на льду и забивать шайбу в ворота не так-то и сложно. Но на самом деле хоккей – это спор для смелых и мужественных. Дмитрий Безруков занимается хоккеем с самого детства. На протяжении 20 лет он стоит на воротах и помогает своей команде выигрывать. Чтобы не пропустить шайбу, вратарь должен хорошо подготовиться, быть внимательным, сосредоточенным и хладнокровным, а также уметь анализировать ход игры. Характер, психология, ну не паниковать, не бояться ничего. Конечно, внимательность, реакция, растяжка – это все, конечно, все постепенно. Но я думаю, все зависит от человека, в первую очередь. Желание, исход, что все будет получаться. Тренер играет очень важную роль в мужском коллективе хоккейной команды. Это второй отец для спортсменов. Он направляет и мотивирует своих подопечных. Всегда держит руку на пульсе и не упускает из виду ни одной детали. Хотя в хоккее все по-мужски и по-серьезному, тренер всегда поддержит команду в трудные минуты. Передаешь навыки, воспитываешь детей, хочешь им что-то довести, что тебе не додали. То есть вкладываешь душу, ну, не знаю, растишь талантов. Есть таланты для мальчишки, даже здесь, в Сарове, которые, ну, я думаю, что готовы выстрелить. Люблю это дело. Это мое любимое дело. Я с трех с половиной лет занимаюсь спортом. Свои профессиональные праздники тренер и вратарь отметили на льду. Хоккейный клуб «Саров» сыграл с командой выпускников спортивной школы. Хочу поздравить всех тренеров с праздником. Гостите, бдите, любите ваш вид спорта. Встреча давних соперников. На нашем льду сразились команды 2007 года «Саров» и «Сокол» из Новочебоксарска. Игры были напряженными, не обошлось и без драк. В первом матче вверх одержал «Сокол» со счетом 4-6. На второй встрече наша команда учла свои промахи, настроилась и почувствовала ритм игры и вырвала победу у соперника с разгромным счетом 5-1. Матчи прошли в рамках первенства России среди юношей регион Поволжье. Школу на первенство Приволжского федерального округа представляют 4 команды. Это «Саров» 2007, «Саров» 2008, «2009» и «2010». Команда юниоров 2004-2005 год рождения будет играть на первенство Нижегородской области среди мужских команд. И команда 11-12 годов рождения тоже будет принимать участие в первенстве Нижегородской области среди мальчиков. Ряд игр первенства перенесли из-за локдауна. 30 и 31 октября «Саров» 2007 должен был принять на своем льду ребят из Йошкар-Алы. Позднее пройдут встречи команд 2008 года «Саров» и «Саратов». Но несмотря на игровое затишье, юные хоккеисты стараются всеми силами поддержать форму, оттачивая на льду свое мастерство. Тренировки проходят в обычном режиме. Наши цели и наши задачи, чтобы каждую игру выходить только на победу и, соответственно, повышать технику спортивного мастерства, и чтобы они от игр, от тренировок получали огромное удовольствие и росли в плане техники, тактического мышления и в командном плане тоже. Планы на это первенство выступить лучше, чем в прошлом году, рассказал Сергей Колебакин. В семье Софьи Тютиной целая династия авиамоделистов. Дедушка, папа, а также младший брат. Авиамодельным спортом девушка занимается с детства. Родители привели ее в кружок еще в пятилетнем возрасте. С тех пор Софья участвует в различных соревнованиях и занимает достойные места. Сначала я занималась такими легкими, то есть планерами. Я запускала планера, также занимала места. Потом я начала заниматься пилотажным спортом. Потом я, на самом деле, я хотела заняться гонками, но все-таки скорость, я поняла, что это мне по душе, прям с первой тренировки. Этой осенью Софья заняла второе место среди юниоров в Кубке России по авиамодельному спорту в классе кордовых скоростных моделей. Соревнования состояли из двух этапов. Первый проводился в Смоленске, а заключительный этап – в Нордкале. Чтобы войти в тройку лучших, спортсменам нужно было показать наибольшую скорость своей модели. На самом деле это очень сложно. То есть это, во-первых, нужно дома на тренировках тренироваться очень много. А во-вторых, на каждое соревнование, на которое мы приезжаем, очень важна погода. То есть если ты дома приехал, у тебя холодно, а ездишь ты, допустим, на юг, то может даже не получиться пролететь ту скорость, которую ты запланировал. Над своей моделью самолета Софья работала два года. С ним она уже участвовала и в других соревнованиях. Конструировать такие скоростные модели – задача не из простых. Но девушка уже всей душой полюбила авиамодельный спорт. Многие считают, что это мальчишечий спорт, но на самом деле в сегодняшнее время стало очень мало мальчишечьих спортов. То есть есть и мальчишечие, и женские. И я считаю, что авиамодельный спорт – это технический спорт, который подвластен всем и многим очень нравится. По результатам двух этапов Софья Тютина продемонстрировала скорость полета 560 км в час и вошла в сборную России.